Пенсионеры. Многие сходятся во мнении, что это поистине бесстрашные люди, потому что в режиме самоизоляции они наводняют магазины, аптеки, рынки и другие общественные места. Мы решили поинтересоваться у них, какие такие срочные дела заставляют их выходить из домов и рисковать собственным здоровьем. Где можно найти пенсионеров? В магазине или на рынке? Например, в пятерочке до 10 утра отслуживают только пожилых, чтобы убрать риск контакта с другими возрастами. На том же рынке такой дополнительной меры защиты нет. Тем не менее, туда идут или за самым необходимым, или просто прогуляться. Часто без масок. В рынок пришла. А вот смотрите, сколько тут людей. Не боитесь случайно заразиться? Да нет, я вроде бы проверена. Вы не боитесь без маски? Боюсь. Почему без маски ходите? Немножко боюсь. Вы не боитесь в случае чего заболеть коронавирусом? Нет. Почему? Да потому что. Мне хоть так, хоть сегодня хотят помирать. Еще одна излюбленная пожилыми локация – дача. На остановках в ту сторону толпы бабушек и дедушек. Погода благоволит. Опрошенные сказали, что заболеть не боятся. Страшнее, если рассада пропадет. Да и дома не сидится. А дома мне вообще давление начало подниматься. Еще хуже стало. Еще неизвестно, отчего раньше умрешь. То есть дома еще хуже, чем дедушка? Дома отвратительно. Почему не боитесь заболеть? Все в божьих руках. Что? Нет, ничего не боюсь. А кто там для нас будет работать на даче? Значит, я все делаю. Таблетки, сухопула взяла. Ну, вот, дезинфлюзии. И антисептик у меня есть. Значит, я каждый день на саду от калетки, где мы заходим, и все это делаю. Я обрабатываю. Другие сказали, что у них отличный иммунитет и опасаться им нечего, кроме камеры. Напомним, что мы имеем право снимать людей в общественных местах. Так, камеру убрали. Ну, что? Вы не можете трогать аппаратуру. А вы зачем меня снимаете? Я здоровый. Ну, а если заразитесь? И где-то тебе выпьешь? Психологи делят пожилых людей на несколько типов. Это безрассудные скептики, чрезмерно общительные. Пожилые с синдромом гиперответственности – это те, которые едут на дачи. И те, кто выходит из дома только по необходимости. Последних, увы, немного. А если вы хотите уговорить пожилых родственников сидеть дома, лучше с ними не ругаться. Единственное, я считаю, что нужно объяснить их ценность для вас. Что вам бы очень хотелось как можно дольше с ними в этом мире находиться. И что вы очень волнуетесь за их здоровье. И что самое главное, что они могут для вас сделать – это прожить как можно больше лет. По нашим наблюдениям, пенсионеров на улицах действительно очень много. Почти половина прохожих – люди почтенного возраста. Любопытно то, что болеть никто из них не хочет, но беречь себя они тоже не стремятся. Выходят годы и не всегда добавляют мудрости и рассудительности.